Продолжаем мочить станок. Сейчас я более-менее сносно вывел верхнюю базовую поверхность станины с помощью шабровки. Решил провести несколько различных измерений, чтобы сделать вывод, стоит ли верхнюю поверхность опускать еще ниже равномерно. И что в дальнейшем я буду делать? Буду ли я опускать направляющие на передние бабки, на задние бабки? Как у нас дела обстоят с суппортом? Напомню, средняя часть суппорта у нас оказалась наиболее изношена как и по верхним направляющим, так и боковым. Теперь установил я магнитную стойку, часовой индикатор, у этого цена деления 2 микрона. Поставил нижнюю часть суппорта, пригрузил ее передней бабкой. Не смотрим, насколько сильно оно у нас люфтит. Сейчас попытаюсь показать. В районе 2 соток. Это у нас относительный люфт. Просто чтобы понимать, что делать дальше, считая, что более-менее нормальный люфт. Поставил я нижнюю часть суппорта вместо передней бабки, чтобы, опять же, относительным образом выявить люфт. Насколько он равномерный. Люфт тут поменьше. Значительно меньше. В пределах одной сотки. Нанес я на отправляющую краску. Не очень тонкий, не очень толстый слой. Теперь хочу посмотреть, нужно ли опускать вот эти вот места на суппорте. На той части суппорта, которая на станину устанавливается, на задней бабке и на передней бабке. Проверять я буду непосредственно на тех местах, где каждая деталь ходит. То есть передняя бабка у нас тут стоит. Тут ее и будем проверять. Задняя бабка. Обычно она вот в этом промежутке работает. Суппорт где-то здесь. Сейчас вот и посмотрим. Берем суппорт. Проверяем, нет ли грязи. Пойдем. Смотрим. Сейчас. Результат печальный. Придется опускать. Задняя бабка. Задняя бабка. На своем месте. По-моему, даже и не касается верхних направляющих станины. Но вот в середине катается очень весело. Тут тоже приподнимается на вот этих вот боковых направляющих станины. Короче говоря, явно выработка идет боковых направляек. Сейчас интересно будет глянуть результат. Смотрим. Тара-та-та. На боковые направляющие станины я краску не наносил. Поэтому отпечатков нет. Нанес только на верхние. Уже придется чуть-чуть опустить. Чтобы было более равномерное схватывание. Передняя бабка. Люфтит она. Ну вот я думаю, этот люфт может быть и оставить. Это позволит нам центр направить. То есть не буду я опускать сильнее. Для понимания картины я нарисовал схематически в разрезе станину. В середине из концов. Что у нас получается? Середина меньше по ширине. То есть вот тут вот. Не доходит до ширины концов. Чем это чревато? Ну как мы видели. В принципе. Посередине. Суппорт ложится. И практически не люфтит. Если его чуть-чуть опустить. Будет вообще хорошо. Но задняя бабка. Как я уже говорил. На своем месте довольно таки туго ходит. А в середине. Весело катается и люфтит. То есть. Если задняя бабка будет находиться посередине. Мы будем поджимать деталь. Заготовку. Получится что. Центр может сместиться. В общем что у нас получается. Я пока сейчас не задачиваюсь вопросом. Выставление центров. И соосности осей. Передний и задний бабок. Но. Вот это вот дело мне не нравится. Если я начну выводить. Боковины. Станины. У меня вся станина. В разрезе будет такой. Какой она сейчас посередине. Что это значит. Вот предположим. Люфт. Передней бабки. Увеличится. Ну и. Пускай. Это позволит нам. Выставить. Центр. Передней бабки нормально. Но. Задняя бабка. У нас по всей длине. Будет лифтеть. Как она сейчас лифтит. Посередине. Что я думаю. Если я сейчас опущу. Заднюю бабку. Немножко. И если она. В середине. У нас. Перестанет. Люфтить. То тогда. Я могу. Смело. Взяться. За боковины. Станины. И работать. Уже с ними. Предварительно. Конечно. Надо будет снять. Фаску. Фаску. Об этом я уже говорил. Иначе. Просто-напросто. Фаска у нас. Упрется. В плиту. Прежде чем. Начинать работу. С боковыми поверхностями. Станины. Мне нужно. Убедиться. В том. Что. Мне сейчас. Нет нужды. Занижать. Вверх. Равномерно. По всей плоскости. Еще ниже. Да. Я добился того. Что у меня. Я убрал. Из середины. Яму. Но. Если сейчас. Посередине. Задняя бабка. Не перестанет. Люфтеть. Тогда. После. Нескольких. Этапов. Шабровки. Тогда. Мне придется. Занижать. Вот. Эту. Вот. Плоскость. Попытаюсь. Я сейчас. Показать. Как я. Правлю. Самодельный. Шабер. Алмазная чаша. Зерно. 60 на. 125. По-моему. Объектив у меня на этом фотоаппарате ширик. Фикс. С ним крайне тяжело показать мелкие детали. Ну. Если видно. То. Кромка у нас вот такая вот. Слегка полукруглая. Промежуточный результат шабровки направляю к задней бабке. Очень тяжело опускается. Как-то. Одной полоской. А не всей плоскостью. А не прилегает к станине. Работая над этим станком. Постоянно задаю себе вопрос. Как так можно изготавливать. Казалось бы. Советское станкостроение. АТК. И прочее. А тем не менее. Блин. Настолько все косячно. Это ужас. Это китайцы сейчас делают они лучше. Хочу попытаться показать. С помощью ликальной линейки. Что у нас творится тут с направляющими. Видно конечно паскудно. Ну а тем не менее видно. Что у нас. Одна направлевка так. Другая вот так. В общем. Попрешабривал я. Сейчас люфт. Только в одном месте. Это зависит от того прижата. Задняя бабка или нет. Ну. Я хочу сказать. Что. Пока на этом остановлюсь. В принципе. И буду заниматься. Боковинами. Не буду я дальше опускать. Вверх станины. Спрашивали меня тут. Как. Будет установлена проставка. Я покажу сейчас наглядно. Сейчас установлено. С одной стороны кольцо. Во вторую. Проточку. Которая была специально для этого проточена. С другой стороны. Сейчас. Мы поставим. Заходила. Нормально. Ага. Ага. Вот. Это я имел ввиду. Скользящая посадка. Так. Стало нормально. Сейчас попробую. Па. Так. Вот. Почему 25 миллиметров. Сейчас покажу. Чтобы было видно. Ширина паза. Чтобы можно было вставить. Кончики. Поглубже. Поглубже. Съемника. И свести их. Для того. Чтобы снять кольцо. Вот так вот. Оно будет. Подшипник. Когда упирается. Без вставки. Просто в стопорное. Кольцо. Как задумано заводом. Площадь соприкосновения. Его. Очень мало. Так как. Фаска имеется. И кольцо. Еще к тому же. Неравномерно выступает. И третий момент. Толщина кольца. Два миллиметра. Ширина паза. Под кольцо. Два с половиной миллиметра. Получается. Выворачивает. Наше. Колечко. Когда мы. Стягиваем. Два. Вот этих. Подшипника. С помощью. Поджимной гайки. Вот и. Причина. Нежесткости. Шпинделя. Этого станка. Ну посмотрим. Получится у меня. Исправить этот момент. С помощью проставки. Или нет. Будет видно. Здесь вот. Диаметр. Вот этот. 26. Здесь вот. 25. Поэтому. Вращается там. Спокойно. Зазор. Приличный. Еще забыл сказать. Вот это вот углубление. Нужно нам для того. Чтобы. При поджатии. нашего упорного подшипника. Было куда выступать. Внутренние обои. Внутренние обои. Ну и. Еще. Что хочу сказать. Собирать я сейчас не буду. Сейчас наверное брата выну. Потому что проводить. Все манипуляции. С передней бабкой. Гораздо удобнее. В разобранном виде. Во-первых. Весить легче. Во-вторых. Меньший риск. Попадания. Пыле. Абразивов. И металлической. Стружки. В подшипнике. Поэтому. Я сейчас.